Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Возложили цветы и почтили минуты молчания павших воинов. В Самаре отмечают День ВДВ. Работа кипит и днем, и ночью, когда отремонтируют улицу Каховскую. В Самаре пройдет концерт фестиваля оркестровых музыкантов классика OpenFest, где и когда можно насладиться музыкой. Их называют «крылатая пехота» и «голубые береты». Они всегда находятся в самом пекле, защищая родину от опасности. Сегодня более миллиона россиян, проходивших службу в воздушно-десантных войсках, отмечают свой праздник – День ВДВ. На площади памяти погибшим в необъявленных войнах губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Лена Лапушкина, депутаты и общественники возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. Они занимают разные должности и посты в мирное время, но всех их когда-то объединило одно – ответственность перед Родиной, желание ее защищать и бесстрашие, с которым они пришли на военную службу. Их называют «крылатая пехота» и «голубые береты», хотя этот головной убор многие из них теперь надевают только на праздник – День ВДВ – 2 августа. Священнослужитель, отец Михаил, ушел в армию сразу после окончания семинария в 2012 году. Сначала была подготовка в Омске в 242-м учебном центре младших специалистов ВДВ, затем служба в 31-й отдельной миротворческой десантно-штурмовой бригаде «Ульяновска». Теперь в совокупности, занимаясь подготовкой, передачей опыта молодому поколению, сотрудничая с десантными организациями, с молодежью, общее дело делаем – патриотизм, святое отношение к своей родине. И в первую очередь, духовное отношение к самому себе – есть то, что делает нас крепкими, сильными, то, что подтверждает наши истории. Житель Кенеля Владимир Седых, говорит, всегда мечтал прыгнуть с парашютом, поэтому был счастлив, оказавшись в военно-воздушных войсках. Служил в Тольятти в 3-й отдельной бригаде спецназначения и до сих пор часто встречается с боевыми товарищами. Он меня воспитал мужество, то есть это патриотизм. Мне очень понравилось служить. Всех поздравляю десантников с этим светлым праздником. Мирного неба над главой, и мы, и их близки. В день воздушно-десантных войск губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты, члены ветеранских организаций и общественники почтили минутой молчания память ушедших воинов, а затем возложили цветы к монументу на площади памяти погибшим в необъявленных войнах. История воздушно-десантных войск началась в 1930 году. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделения в составе 12 человек. А во время Великой Отечественной войны уже было пять воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. В голове не могло нам представиться, что нацизм прорастет у самых границ нашей Родины. Но, к сожалению, это произошло. И сегодня защитники наших идеалов, русского мира, многонациональной и великой России, героических жителей Донбасса освобождают вновь территории и народы от нацизма, осуществляя специальную военную операцию по деноцификации и демилитаризации Украины. И, конечно, сегодня вспомним парней, которые отдали свою жизнь, выполняя свой священный долг и в эти дни. И я хочу сказать, что не время в фонтанах купаться, а время вновь Родине послужить. Сейчас в регионе формируется Самарский батальон. На второй очереди набережной сегодня работает мобильный пункт отбора на военную службу. Специалисты ожидают добровольцев младше 50 лет для службы по контракту в региональном воинском подразделении. Заключившие контракт могут рассчитывать и на региональную единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Уточнить информацию можно на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. А женщины и дети сегодня могли отправить открытки в поддержку военнослужащих, выполняющих специальную операцию на Украине. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. 2 августа православные верующие чтят память пророка Ильи. Это первый библейский святой, которому стали молиться на Руси. Его образ нередко переплетался с образом бога-громовержца, в которого верили славяне-язычники. В народе считали, что именно в этот день заканчивается лето и начинается осень. Согласно старому поверью, в Ильин день нельзя купаться. Наш корреспондент Сергей Кизоркин узнал, в какие приметы верят самарцы, в том числе и отважные десантники, которые сегодня отмечают День ВДВ. Никто, кроме нас. Всем известный девиз десантников родился во время Великой Отечественной войны. Легенд, как это произошло, несколько. Одна из историй, пришедшая с Ленинградского фронта, гласит, когда родоначальник ВДВ Василий Маргелов командовал штрафбатом, на передовую приехал полководец Георгий Жуков и в разговоре сказал, никто, кроме вас. Маргелов шепотом повторил, никто, кроме нас. И хотя десантники народ лихой, но, как оказалось, в приметы верят. Не спим, потом можно поспать, прыжок. Перед прыжком никогда не бровимся. Тоже есть такая примета, плохая. Если побрился, может что-то произойти. Нельзя два раза прошу перебирать, можно по себе, вдруг что. Страх не проходит. Вы думаете, вот не страшно прыгать? Страшно всегда. Я не поверю, что человек говорит, я не боюсь прыжков. Все равно какой-то страх. Но мы прыгаем. Фотографии просматриваю все. Это спокойно. У жен десантников свои приметы. Нельзя убираться, пока он едет дороги. Вернувшись на гражданку, голубые береты в приметы продолжают верить, как и многие остальные горожане. 13 число для меня тоже нечислило. Боже, если еще и пятницу, то королу хоть не выходи никуда из дома. Ну, например, на рыбалке. Нельзя рыболовной снасти. И вообще ни прикром давать, ничего. Это приметы, что ты останешься без рыбы. Кто-то твою удачу заберет. На какую ногу встала, так и думаю. На левую хорошо, на правую не очень. Солнышко, вот если встало, ярило, всегда с ним здороваюсь. И если она устала безоблачно, день будет безукоризненным. У меня на работе есть верный примет. Когда мы едем на работу, я собираю мебель. Когда у нас впереди попадается машина с номером 3-6, то это все. День не задался, либо у нас с заказом будет швах полный. Хорошая примета – взять меня с собой на родник. Мы, как правило, не стоим в очереди. Посидеть на дорожку – самый главный примет. Если черная кошка перебежала дорогу, надо плюнуть через левое плечо и идти дальше. ВДВ на месте не стоит. Войска активно реформируются. Они становятся аэромобильными. Парашюты в доставке техники используют все меньше. Однако они по-прежнему незаменимы на учениях и в спецподразделениях разведчиков и диверсантов. В областном центре в день ВДВ открылся мобильный пункт отбора кандидатов на службу по контракту в Самарский батальон. Всех желающих ждут на второй очереди набережной до 22 часов. Тем, кто заключит контракт, предусмотрена единовременная региональная выплата. Ровно сутки думал Геннадий Махмутов идти или нет на службу по контракту. В начале 90-х он проходил срочную в Сызрани и сегодня решил все-таки приехать на пункт отбора. Отец тоже добровольцем был. Афганистан пошел. Я по его стопам, так сказать. Здесь больше патриотизм. На денечку тоже. Будет что, семья. В день ВДВ на второй очереди набережной Волги развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Самарский батальон, который сейчас формируется на территории региона. Самарский батальон – это именное подразделение Самарской области, которые будут выполнять задачи специальные. И они формируются из жителей Самарской области. Даже если граждане прибывают из других регионов и призываются через наш военный комиссариат, через наш пункт отбора, мы их можем рассмотреть. Но здесь необходимы условия. Необходимо зарегистрироваться на территории Самарской области. Либо постоянно, либо временная прописка. Беседы с потенциальными кандидатами также ведут контрактники. Граждане интересуются условиями службы и требованиями будущим солдатам. Стоит отметить, что в Самарский батальон берут даже тех, кому исполнилось 60. Контракт заключается не менее чем на 6 месяцев. Тем, кто успешно пройдет отбор, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей, а также льготы и социальные гарантии. Кандидат к нам в день обращения пишет заявление на военнослужбу контракту, что хочет поступить. И обращается в свой районный военкомат, где получает весь перечень необходимых документов и направление на медкомиссию. Кандидат, в принципе, формирует все это личное дело и прибывает к нам. Помимо мобильного пункта, который будет работать до 10 вечера, 2 августа в областном центре действует еще и круглосуточный на улице Ленинской, 147. Только в этом году на контрактную службу в войска отправились более 400 жителей региона. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Укрепление культурных, научных и торгово-промышленных связей. Города Самара и Брест подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Глава города Елена Лапушкина несколько дней была с рабочим визитом в соседние республики, возглавляя самарскую делегацию. Как проходило подписание и какие цели ставят партнеры, расскажем в сюжете. Власти Самары и Бреста подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Делегацию, которая работала несколько дней в Республике Беларусь, возглавила глава Самары Елена Лапушкина. Соглашение будет способствовать сохранению и расширению сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, благоустройства городского пространства, а также создаст условия для развития торгово-промышленных отношений. Конечно, это и сотрудничество в сфере благоустройства. Очень бы хотелось узнать их дендроплан, какие растения они высаживают, потому что, смею вас заверить, газоны и клумбы там выглядят роскошно. И если это сможет прижиться в Самаре, почему бы нам не использовать их знания и их опыт? Там есть одно из серьезных предприятий, с которым мы уже в 2019 году сотрудничали, предприятие с тем, которое занимается дорожной техникой и дорожной разметкой. У них есть линейка дорожной краски. Вот сейчас вместе с департаментом городского хозяйства изучаем, насколько она применима в наших условиях. Безусловно, начало положено. Конечно, наше сотрудничество будет только расширяться, только развиваться. И надеюсь, что действительно все получится. У нас появился новый замечательный, хороший друг. Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук отметил, что рассчитывает на продуктивное взаимодействие и сотрудничество. Мы, по сути дела, дружим не во имя дружбы. Мы дружим во имя людей, во имя жителей наших городов. Потому что это дает реальную, пусть и не прямую, зачастую даже иногда и не быструю, но дает отдачу. Вот почему я удовлетворен самим фактом оформления партнерских и дружеских отношений с таким пассионарным, с таким экономически развитым регионом, как город Самару. Белоруссия является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Партнерство с Брестом станет продолжением планомерной системной работы по расширению сотрудничества региона с республикой, которую задал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время его визита в Белоруссию в июне этого года. А уже в июле в Самарской области находилась делегация Министерства промышленности Республики Беларусь во главе с министром Петром Пархомчиком с рабочим визитом, во время которого стороны рассмотрели пути развития экономических и деловых связей. Глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Самары Владимир Василенко обсудили тогда с коллегами возможности участия белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского электротранспорта, реконструкции действующих и строительство новых трамвайных путей в столице региона, поставки трамвайных вагонов. Сегодня в профильном департаменте состоялось еженедельное совещание по вопросам ЖКХ. На повестке дня устранение аварийных вскрытий, передача коммунальных сетей ресурсоснабжающим организациям, а также восстановление благоустройства в местах производства работ по перекладке теплосетей. Особое внимание было уделено четырем объектам, расположенным вблизи детских образовательных учреждений. Их профильные ведомства держат на особым контроле. Также в рамках подготовки города к зиме продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей, в этот раз от четвертой магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим приостанавливается подача горячего водоснабжения для потребителей в границах улиц Землянский проезд, Зубчининовское шоссе, улица Земица, улица Литвинова, улица Магистральная и улица Товарная. В ходе опрессовки энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением теплоносителя. При этом горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений. Новую жизнь дорога по улице Каховской обретет к концу этой недели. Около 70% дорожного полотна уже уложено. Всего в порядок приведут примерно 2 километра. На одном уровне со свежим асфальтом будут люки инженерных коммуникаций. Контролируют ход работ МБУ Дорожное хозяйство и общественники ОНФ. К ним этой ночью присоединилась и наша съемочная группа. Еще несколько недель назад улицу Каховскую автолюбители объезжали стороной. Дорога была в плачевном состоянии. Дорога имела большие деформации, разрушения, ямы, высокая колейность. В жаркие погожие деньки и ночи закипела работа с соблюдением технологии, национальных стандартов и ГОСТов. Фрезерование, поднятие на высотные отметки люков смотровых колодцев и люков ливневой канализации. Их на участке почти в 2 километра порядка 120 штук. Затем очистка от пыли и грязи дорожного полотна. На финише его заливают битумной эмульсией. И следом укладывает высокопрочную смесь ЩМА-16. Причем она тоже на полимерно-битумном вяжущем. Делают дорогу гладкой и ровной три разнотоннажных катка. Смесь ЩМА-16 является самой долговечной, прочной. Имеет повышенные характеристики водостойкости, морозостойкости. Имеет высокий коэффициент сцепления шин автомобиля с поверхностью проезжей части. Закатывают в новый асфальт улицу Каховскую от Ставропольской до Теннисной. На всем протяжении объект обновляют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Перед отправкой смеси с завода и перед укладкой подрядчик и контролирующая организация МБУ «Дорожное хозяйство» проверяют все ее свойства, включая температуру. Она всегда в пределах нормы более 150 градусов по Цельсию. Мониторингу подвергается каждый этап технологического процесса ремонта дороги. Через 24 часа отбираются керны, пробы свежего асфальтобетонного покрытия для лабораторных испытаний. Образцы проверяют на соответствие физико-механических свойств. В случае, если все характеристики соответствуют национальным стандартам и ГОСТам, то такие работы принимаются. В случае, если что-то не соответствует, подрядная организация выполняет замену. Подрядные организации понимают всю серьезность, плюс они работают в этой сфере уже не первый год. Хочется отметить, что да, уже видно профессионализм оточенный. Площадь отремонтированной дороги на улице Каховской составит порядка 22 тысяч квадратных метров. Сейчас приведено в порядок свыше 70%. К утру 2 августа устройство нового покрытия выполнено на площади 16 тысяч 400 квадратных метров. До конца недели все работы завершатся. За качеством работ следят не только специалисты курирующего учреждения и заказчик, но и общественники, представители ОНФ. Сопредседатель регионального штаба Павел Покровский отметил, что это не разовые проверки Общероссийского народного фронта на объектах по нацпроекту, а системные. Работы по улице Каховской, они, конечно, идут вовремя и в срок. Мы отслеживаем на каждом этапе качество работы. Я хочу отметить, что если вдруг будут какие-то нарушения, если вдруг у нас возникнут случаи, когда нужно будет что-то восстанавливать, это будет сделано в обязательном порядке по контракту. Мне хочется отметить, что сегодня контрактование происходит с прописыванием каждого пункта очень скорпулезно. Большая благодарность нашим жителям, которые обращают внимание на какие-то недоделки, которые тут же наши подрядчики устраняют. И Общероссийский народный фронт всегда добьется того, чтобы это было качественно, быстро, в срок исправлено, и все было сделано для того, чтобы жителям жилось комфортно. Сами местные жители отмечают, что дороги в городе активно приводят в порядок. В центре города есть, в старом городе, там вот хорошо отремонтированные дороги. Улицы Гагарина, в общем-то, неплохо отремонтировали. Я надеюсь, что тоже хватит надолго, как и всех остальных дорог, которые сейчас именно делают. Всего в Самаре по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году план выполнен уже на 75%. 20 объектов уже обновили, совокупно это более 32 километров. В работе еще десяток объектов протяженностью 12,5 километров. Стопроцентная готовность к эксплуатации всех объектов будет к 1 сентября. Таковы условия муниципальных контрактов этого года. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области сотрудник полиции пришел на помощь женщине, которой внезапно стало плохо. История произошла в Сызрани. В свой выходной прапорщик Владимир Огурцов шел по улицу, увидел, как упала женщина. Рядом с ней стояла перепуганная девочка. Полицейский провел первое реанимационное мероприятие, вызвал скорую помощь. Сейчас жительнице Сызрани ничего не угрожает. Это стало возможным благодаря своевременным действиям полицейского и медиков, сообщают в ГУМВД России по Самарской области. Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз из России более 220 тонн сахара. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления. Таможенники остановили для проверки караван из шести большегрузов и двух газелей в пункте пропуска Маштакова. И обнаружили в грузовых отсеках и прицепах мешки с сахаром. С 15 марта по 31 августа из России запрещен вывоз сахара белого и сахаротростникового. Напоминают в ведомстве. В отношении водителей возбудили дела об административных правонарушениях и наложили штрафы. Товар возвратят отправителю. В гидромедцентре назвали южные курорты России самой теплой водой. Это Анапа, Геленджик и Туапсе. Там вода в море прогрелась до 25-26 градусов. Она будет такой в ближайшие дни. На других курортах страны температура воды немного ниже, но все равно достаточно комфортная для водных процедур. Например, в Сочи море прогрелось до 24 градусов. В Евпатории, по прогнозам метеорологов, к середине недели температура морской воды также достигнет 24-25 градусов. Тем временем из Самары увеличили количество рейсов в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Курумыч. С 7 августа добавили два рейса по воскресеньям и вторникам. По воскресеньям вылет из Самары в 17.00, прибытие в Сочи в 19.10. По вторникам вылет в 13.25, прилет в 15.20 по местному времени. Продолжительность полета составляет 3 часа. Таким образом, в августе количество рейсов в курортную столицу России увеличится до 29 в неделю. Самыми популярными железнодорожными маршрутами летом этого года стали в России Москва-Санкт-Петербург и Москва-Анапа. Об этом сообщают специалисты одного из российских аналитических сервисов поездок и путешествий. На третьем месте по популярности оказался железнодорожный маршрут между Краснодаром и Адлером. Поезда между городами Краснодарского края были популярны и в прошлом году, а в этом их востребованность выросла в связи с закрытием ряда южных аэропортов. Около 97% ЖД-путешествий этим летом совершается по территории России. Средний чек за поездку как по стране, так и за рубеж составляет порядка 3 тысяч рублей за билет в одну сторону. В Москве в выходные прошел представительный турнир по баскетболу 3 на 3, собравший лучшие команды страны Лига 33. Участие в турнире приняли мужская и женская команды Самара. В субботу состоялся третий отборочный этап Лиги. Сложился он для самарских команд по-разному. Девушки, выиграв лишь один матч из четырех, стали четвертыми в своей подгруппе, не сумев пробиться в плывов тура и финальный этап Лиги. Парни же уверенно преодолели отбор и вышли в финальный этап, который состоялся в воскресенье. Мужчины уверенно прошли три раунда плывов и уступили лишь в финале. 16-21 против России Юг. Второе место на Лиге 33 дает Самаре право сыграть в сентябре в Кубке России. Тем временем основная команда Самара по классическому баскетболу пополнилась новичком-легионером. В единой лиге за клуб будет выступать американский защитник Марко Найт. В своей карьере он поиграл в Германии, Турции, Испании и Франции. Последний сезон провел в команде Освелл из пригорода Леона, став чемпионом Франции, набирая в среднем за матч почти 10 очков. Также за французов он провел 17 игр в Евролиге, главном баскетбольном турнире Старого Света. Самара Кис запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Сегодня выясняем, как наши подписчики спасаются от жары. 60% ответивших стараются находиться в помещении с кондиционером. 24% пьют прохладительные напитки. По 5% проголосовавших проводят время у прохладной воды и едят мороженое. Некоторые написали свои ответы. Например, пью горячий чай и вовсе не спасаюсь от жары, потому что люблю ее. Заходите в телеграм-канал Самара Гис по QR-коду и оставляйте свои ответы. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Струковском саду пройдет концерт фестиваля оркестровых музыкантов «Классика Опенфест». Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести Створянской». Концерт молодежного русского оркестра в рамках летней оркестровой академии и фестиваля оркестровых музыкантов состоится 4 августа в 18 часов. В составе оркестра студенты учебных заведений и искусств Вологды, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Петрозаводка, Оренбурга, Самара, Итальятия. Вход свободный. 5 августа в Самаре проведут распределение свободных мест в детских садах на следующий учебный год, напоминает телеграм-канал городского департамента образования. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении. В случае обнаружения в заявлении неточностей необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с контактными данными, что указаны в заявлении. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян проконтролировал подготовку Центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы номер 10, пишет телеграм-канал администрации Куйбышевского района. В новом центре будут вести прием 4 врача-онколога. Для своевременной диагностики раковых заболеваний будет поставлена современная медтехника, в том числе цифровой маммограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппараты. Пациенты смогут проходить курс химиотерапии в дневном стационаре. В новом подразделении больницы будут получать помощь более 250 тысяч жителей региона. Работы идут в рамках нацпроекта здравоохранения. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»